так это подставочка и решила трансляцию вести с этого с яки с планшета тут как камера как вроде в бок смотрю вот 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 Продолжение следует... 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 Я не понимаю Как можно за жратвой стоять очереди Сядь в машину, проедь 50 метров Купи в Макдональдсе гамбургер И успокойся Я б не стояла Вход нет Вход вообще бесплатный Но парковка 15 долларов Если б я знала Я постановилась трошки дальше Хотя мы так за 600 метров Трошки дальше И пешком бы прошлись 15 долларов Это дорого 15 долларов Я работаю 40 минут Ну вот Поэтому Не знаю Она мне вымотала все нервы Я хочу мороженое Я говорю Ну ты понимаешь Я не буду стоять 2 часа за мороженым Ну не буду Просто не буду 2 часа Лучше Ну тогда поехали купим где-нибудь Я говорю Ну ты понимаешь Я заплатила за парковку Я хочу посмотреть народы мира Песни Костюмы Мороженое мороженое Ты что Голодно Я тебе сейчас поедем в Walmart Я тебе куплю 2 упаковки Разного мороженого Ведро Ты можешь без мороженого Надулась Нервничая Я хочу мороженое Как вроде 3 года Ты понимаешь Ну интересно Песни Только российные было Все были Сербия прям такой Этот Песни такие народные Потом Румыния танцевала Ну у них и танцы Танцы конечно Я бы таки Станцевала с первого раза Ходят друг за другом Ногами и руками Вот так Have a nice weekend О милая женщина Только не мотивитесь Пожалуйста Мои устаны созданы Для тебя Можешь даже Наразевать свой роток Мои устаны созданы Для прекрасного Вы ошиблись Это вам какой-то другой женщины Вы ошиблись Мужчина Вам другой Или я смотрю Как вбок А я смотрю На вас Это же камера Вот она Короче Вот уж Вот уж Такая Потом поехали С ней В этот Дарли Квин Я купила Вот такое мороженое И себе тоже Ох и мороженое тут Короче Я его не доила Тебе Ты знаешь что могут Оштрафовать тебя Пусть Я заплачу ему Ты знаешь какие тут Страфы? Две тысячи долларов Это они должны заплатить Мне штраф За мою Привлекательность А ты вообще Кузя иди сюда Кузя иди сюда Кузя иди сюда Кузя гуляет Кузя гуляет У нас закат красивенький Кузя гуляет Кузя гуляет Кузя гуляет Короче Украина Прям там На первом месте Только заходишь И сразу Ну мы один раз зашли Я поржала У меня в инстаграме Я выставила фотки Я так Мало как засмеется Короче Ведоми Люды Тарас Шевченко И Верка Сердючка Я чуть не попала Значит Посмотрите в инстаграме Фотографии Тарас Шевченко Под ним Верка Сердючка Я так смеялась Вообще Потом хотела Купить Вьетнамскую шапку Прям хоть завтрак Едь за шапкой Что Кузя Скажите Ушел Прям 17 долларов Такая шапка Классная Вот эта Вот из меня Корнется Мне так идет Там в инстаграме Выставила 17 долларов А у меня не было Кэш Поэтому я ее Не купила Хоть завтра Едь за этой шапкой С мужиком Вьетнамцем Там похудкал Так она и практичная Можно в жару носить Вообще Она не жаркая Можно вот так одеть И оно как от солнца Ну вот Я хотела Шапку Украинского Подошли И все Больше не стали Подходить Варенок С костком Уже что-то я не знаю Хворост тут напекли На лужке А как ты делаешь Стиральную машинку Маленькую А я не помню Я ее сложила Куда-то поставила Ты что хочешь постирать Да Где-то или в кладовке Или в той кладовке Маленькой Или в большой Какое имя у тебя в инстаграме Заходите на мой тикток И у меня все есть У меня там все есть Только нету Я не знаю что там нету Ну блин Как вы не можете находить ничего Если мне надо Да я все У меня же там Даже мой номер телефона Даже мой телеграм Все есть Просто заходите На профиль тиктока Нажимайте на значок Инстаграма И все Переходите Просто по ссылке Ну еще как она Одиннадцать шапка На Амазон Мне уже прислали А я хочу С фестиваля Настоящего Чтоб была память Что у меня есть на Амазон Не, ну я куплю Не, ну я куплю на Амазон И все А то я буду Вот я купила На фестивале У вьетнамца У дядечки Вьетнамца Шляпу Опять карты У меня есть карта Карта у меня есть В профиле В моем профиле Только открывайте И там есть карта На поддержание Моего канала Ну почему она Так агрессивная Как смотрите Лучше не пишите Я понимаю Чего Послушайте Я вообще Не агрессивная Женщина Я сама Доброта У меня нет Агрессии Кто меня знает Личная доброта Ну просто Вы понимаете Выдержать поток Людской Тупости Это Не каждый сможет Просто это Еще месяц Два Через месяц Человек Просто начинает Звереть В жизни вообще Да я вообще В жизни молчаливая И очень Спокойная Дочка тоже Сегодня получила За ерунду На нее Наорала За шо Просто мне даже Пишут Тут люди Нормально Как ты Это все Выдерживаешь Как ты Выдерживаешь Пол У меня нормальные Зрители Из-за них Я веду Тикток Но пол Чища За плиту Которая Меня взорвалась Не ну а вот Скажите Вы ни хуйню Пишите Ну Алла Аккуратно С плитой У меня Такая Взорвалась Человек У которого Разбомбили Дом Может сказать Алла Аккуратно Живи в этом Доме У меня Дом Разбомбили Человек У которого Упал Кирпич На голову Скажет Алла Не ходите По улице Мне упал Кирпич На голову Алла Вообще Не живи Потому что У тебя Может Тромб Оторваться Мне Просто Вас Предупредила Что Мне Ответить Этой Женщине Ну вот Скажите Сказала Аккуратно С плитой У меня Такая Плита Взорвалась Ну Обычная Плита Она Говорит Что Вы Из-за Меня Наехали Из-за Ерунды Я Не знаю Как можно С такими людьми Разговаривать В жизни Я бы с вами Не общалась Проявила Заботу Ну Ты Нормально Мне Не надо Заботы Не надо Ни о ком Заботиться Если вас Об этом Не просят Вас Не просят Заботиться Не надо Если вас Просят Позаботься Обо мне Тогда Заботься Нет Она Мне Говорит У меня Была Такая Электроплита Она взорвалась Аккуратнее С плитой Обычная Плита Четырехкомфортная Ну К чему Прикинь Идет по улице И тут тебе Говорит Ага Я сейчас Проявлю Заботу Скажу Милая Кто ты Там Я без очков Кати Не ходи По улице Потому что У меня Знакомую Молния Шандарахнула И она Сдохла Ну И ты И ты Так Сдохнешь Я проявила Заботу О тебе Я Тебе Проявила Заботу Я Переживаю За тебя Не Ходи По улице У меня Еще Одной Знакомой У нас На Белореченке Когда-то Дом Провалился Под землю В подвал Поэтому Я тебя Прошу Не живи В доме Потому что Может подвал Провалится Под дом Я проявляю О тебе Заботу Плохо Отжало Печальные У вас Глаза Боль Свою Пропускайте На чужих Я У меня Печальные Глаза Я Пропускал Боль Да нахер Ты мне Обосралась Мне просто Надо вести Контент О чем-то Говорить Плать Падай А я отвечу Все Может быть Ну Ты сейчас Сдохнешь У тебя Тром Подорвется Не смотри Мой Тикток Я Появляю Тебе Заботу Ты сейчас Умрешь У тебя Оторвется Тром Ты Ты сейчас Умрешь Чего Ну Меня Не за что Скорблять Я не тупала Даже Повербанки Взрываются При неправильной Флотации Девочки Ну да Телефон Взрывается Не держи Телефон Что ты Смотришь У меня Одна Знакомость Зарвался И у нее Глаз Выпал Не держи Я Забочусь О тебе Убери Телефон Я Тебе Забочусь У нее Телефон Зарвался И Выпал Глаз На Ковер У меня Не за что Скорблять Я не тупая Стекленный Да Так она Даже Не понимала Она говорит Ты На меня Наехала Не за что Вы Очень Красиво Добро Я знаю Спасибо Спасибо За добро И вам Тоже Ну Телефон Уберите Уберите Телефон Сейчас Зарвется И Повыпадают Глаза На Ковер Ну Вообще Это Очень Серьезно Я Я Только С хорошим Я Забочусь О вас Это Забота Милая Не Смотрите В телефон Повыпадают Глаза Сто Раз Пожалела Что Написала Сто Раз Пожалела Что Написала И Второй Раз Тоже Пишет Вчера Она Написала И Сегодня Одно И Тоже Написала Мыши Плакали Кололись Но Продолжали Жрать Кактус Это Называется Психический Мазохизм 80 Долларов За Ужен Я 18 Доченьки Вот Этам Дарли Квин Мороженое Коктейль Психический Мазохизм Пожалела Что Написала Вчера Я Пожалела Что Написала Сегодня Опять Пишет Да Я В шоке Хотя Мы Сегодня Поехали 15 Долларов За парковку Потом 18 Долларов Кафе Шоще Тоже 32 Больше Жрать Не буду Я Тоже Уже Заканчиваю Я Уже У Меня Живот Живот Появился Погу Да Все Садимся На диету Я В понедельник Точно Потому Что Это Невозможно Я В одежду Не думаю Одежду Новую Покупать Ты Я В понедельник Будем Всем Отчет Кто Насколько Похудал Поняли Маша Я И Влад И Делаем Отчет Значит На следующей Неделе Всем Даю Задание Сбросить За Один Килограмм В неделю Всем Понятно На два Не надо По килограмму Взвешиваемся Я Не Держусь Я Придержалась Просто Дотя Приехала Я Просто Не Покупаю То Что У меня Сейчас Дома Я думаю Вся еда Которая Вообще Может Быть Вообще У меня Вся еда И она Точит Ты понимаешь Как колорадский Жук Так она Едет Сегодня Деловая Ест Картошку Фри Заедает Мороженое Мне нет И она Говорит Ты Толстая Потому что У тебя Переедание Ты Очень Много Ешь Я Столько Как она Единственная У меня Не Не Поправляет А Я Да Сейчас Чуть-чуть Проведу Трансфер Буду Это Монтировать Видео Надо Столько Видео У меня Надо Что Помонтировать Да Какая Рука О Танны Винни-Пух Уже Слона Потан Я Так Знаете Что Я Когда Перед Ее Приездом Я Практиковала Голодание По Четвергам Три Раза Боже Как Классно Когда Ничего Не Жив Я Вам Клянусь Ты Летаешь Под Вечер Когда Ты Ничего Не Ела Только Пила Кислую Воду С Лимоном Я Просто Летала У меня Столько Энергии Правда Переедание Ты Как То Такой Вял Ничего Не Хочется Делать Когда Ты Ничего Не Вообще Ничего Не Делал Ты Вообще Летарыш Надо Практиковать Трошки Поведу Буду Спать Лехать Может Перед Сном Видео Помонтирую Трошки Кучится Сегодня Все Так Я Встала Рано На Работу И Завтра На Работу Тут Камера Хуже Да тут им скидки на квартиры. Государство оплачивает первый месяц. И я на это повелась. Когда сюда въезжаешь, вот этот, наши два дома, можно первый месяц не платить. Спасибо. А в районе, я не знаю, всякие. Всякие национальности очень много. Канада очень многонационная страна. Я не знаю, я ж не спрошу них национальности. Я хочу сказать, что в Канаде всех раз поровну. Когда вот в провинцию поехать, вот где я жила, в Эгровель, там, в Мандер, где украинские села, там чернокожих индусов очень-очень мало где встретишь. Только все белые, украинцы этнически. потому что они там холодные, они там ведут хозяйство уже сто лет. А в Эдмонтоне всех поровну раз. Вот уж от кого-то. Я не знаю. еще и говорят, что это. А планшет не нагревается, кстати, когда ведут трансляцию. Планшет вообще класс. Телефон вообще греется горячущий. у нас лето жаркое. Прошлое было очень жаркое. Это так себе. Боже, я уже тут второе лето. Аж не верится. Так быстро. Будет хорошо. Ванку верят на бедную 200. У нас 1000 долларов. Как прошло свидание. Какое? Вам что, приснилось? Мне вообще все равно, какие люди. Я такой человек я вообще не взвертаю вовне, наяки национальности. Абсолютно. Мне вообще все равно. Какие там национальности. Абсолютно все равно. Не знаю. Одна баба, короче, тут в ТикТоке все рассказывает, почему мы уехали в Канаду с Канады обратно в Коншу. И она говорит, потому что мне надоели, что здесь ходят геи постоянные, переодетые в женские платья, сосутся на улице, бомжи валяются. Не знаю. Я живу, наверное, в другой Канаде. Я видела одного мужчину, переодетого в женское платье. Он работает в моле. В инерсе работает в отделе одежды, на кассе. Он очень приятный. А чем он вас, а чем вас шокирует? Ну, мужчине, понимаете, бывают всякие мутации. Он родился, вот, ну, он мужчина, он родился, он чувствует себя женщиной. Ну, поставьте, вот вы так родились. Ну, он же не виноват. Вот у него, ну, что-то какая-то мутация, ну, даже не мутация, что-то перепуталось у него. Но он чувствует, что он женщина. Почему должны люди его как-то набить? Почему он должен мужской одевать? Если он чувствует себя женщиной, он никому не мешает, он очень скромный, приличный. Вот это единственный мужчина, что я видела. геев я не понимаю. Честно говоря, геев и лесбиянок, я не понимаю. Во-первых, мне вообще все равно. Я не присматриваюсь, там, давай-то друга идет, или две-то по друге идет, или это... Я тоже хожу с Яной, что мы лесбиянки. Но я не присматриваюсь, геи это или не геи. Они же не идут, не лижутся посреди улиц. Идут два мужика. Может, они братья, может, друзья. А если геи, мне вообще насрать. Это личное дело каждого. У нас тут в моем доме на моем этаже живут два мужчины. Мне только сказали, что они геи. Я бы никогда не подумала. Ну, а и что? Ну, живут вместе. Ну, может, дешевле квартиру снимать, я откуда знаю. Они такая... Я вообще такой же, он щеканадет, я говорю, я не вижу бомжей. Ну, можно подумать, в Украине мы не видели алкашей. Ну, во что, вообще выросли. Нема там алкашей. По-моему, у нас тоже такие. Просто они у нас не называются не бомжи, а алкаши, а социальные личности. И тут такие же, ну, всякие люди есть. Ну, я видела, ну, я видела их просто тут в центре. Допустим, вот центр города здесь есть. Женщина сидит, я видела, когда я ходила на свидание с тем мужиком, мы ходили в центр, в кафе. Она сидит на тротуаре, постелила картонную коробку, сидит, читает книжку. Она там живет. Такая нишечка. Ну, это ее право. Пусть она там живет. В Канаде есть много всяких социальных программ, что она только слово скажет, я не хочу так жить, ей помогут. Значит, она хочет так жить, ну, нравится, и не трогайте ее, она никого не трогает. Ну, да. Я жила в Игореве или полгода, там тоже такого не было. Даже мне Диана говорила, у нас нету ни геев, ни транзистов, никого, обычное село. Говорит, вообще такого нет. Чтоб там, говорит, я у нее спрашиваю, Диана, в школе это преподанное вообще ничего нет, ну, обычная школа, ничего, просто детям рассказывает там с детства, что люди бывают разные. Ну, и все. Я не знаю. Я, я не знаю, честно. я не вижу никого. Я вижу прекрасно. Я вижу лес, я собираю грибы, я снимаю, он видео сниму всяких красивых птичек, хожу на природу, а такое ощущение, что они ходят и снимают бомжей, снимают там, выискивают галку, ну, я не знаю. Понимаете, что у человека в глазах, то он и транслирует, я не понимаю. не знаю, я не знаю, обидно, я там живу, ник, в каждом виде. я не скажу, что прям мне так хорошо, я тоже бедно, может, где-то живу, мне бы хотелось больше денег. ну, потому что в депрессии это чуть-чуть прям так плохо, нет. Мне вообще все равно. Проблема людей, понимаете, наших людей, вот этих вот даже хейтеров всех, которые пишут гадости, всех людей, что они слишком много придают значение чужой жизни. Займитесь своей жизнью, потому что своей жизнью заниматься очень тяжело. Когда ты начинаешь перекидываться на себя и думать за себя, никто не хочет, это тяжело. И не все выдерживают эту реальность принять себя. Они обсуждают других, они обсуждают бомжей, кто плохо, у какой, кто агрессивный, кто какой плохой, у кого какой плохой тикток, понимаете, вместо того, чтобы себя лучше делать. Спой песенку. Какую? Расскажи сказку, где ты нас ровка. Я сидя так доелась вообще. Я беременна. Да ты шесть тоже потолстела. Да я беременна, я. У тебя штука месячные были. Подписчики. Что-то мои глаза, что-то нет. Как вы думаете, на кого будут похожи мои дети? На нее или на меня? Она сегодня, знаете, что говорит? Она, короче, выбрала путь, решила, она сказала, ты знаешь, как прославилась инстасамка? Я говорю, как? Зачем ты рассказываешь? Ага. Не надо. Они так и знают, как инстасамка прославилась. Не надо это рассказывать. Короче, она вышла на... Она вообще добрая девочка, но она решила... Алла! Ну ладно, не буду. Хейт. Алла! Ну ладно, не буду. Да мне неприятно читать, что у тебя кобылы пишут. А ты не читай. Чего ты читаешь? А тебе что, приятно? Я это не читаю, мне вообще насрать. И ты не читай. Свои читай. Для тебя делать нечего. Да ну я просто в шоке. Мне пишут хуйню, а да ты не, это ужас. Свои читай. И трансвестит, и страшна, и така, и всяка. Для них женщина должна быть худющая, с огромными губами, и с длиннющими ресницами. Доця дуже грубо. Ирына, а ты дуже тупа. Ну какого хера ты пишешь людям, кто грубый, кто нет? Не смотри. Это мой ребёнок, и меня принимай вместе с моим ребёнком. А нет, значит, отписывайся, и не смотри. Ты сейчас так скажешь, что мне вообще все отписывают. Будь ласка. Ну к чему-то это. Доця дуже грубо. И шо мне делать? Доця, не будь грубою. Она уже сформировалась, ей 20 лет в этом году. Я скажу Алла. До побачи. Я ещё раз напиши. Они просто заедут. Она очень красивая и анатомически девушка. Ну да, и умная. Из-за грубости она кажется непри... Ну если она тебе кажется неприятной, какого хера вы заходите к ней вообще? И смотрите. И смотрите. Значит, интересно. Вам распаковывается. Ну если мне что-то неприятное, я это не смотрю, блядь. Вы можете это в своих тупых головах себе забить вот так хвоздём. Ай! Хвоздём вот так взяла отвертку. Вот такую взяла и хвоздём забей себе в голову. Если мне неприятно, я это не смотрю. Смотрят и пишут. Ауф, Алла. Я не смотрю. Маша, ты смотришь, что тебе неприятно? Я нет. Маша, не думаю, что Маша смотрит. Психически здоровый человек не смотрит то, что ему неприятно. И тем более не комментирует. Нет, я могу, конечно, комментарий оставить плохой, но я его оставлю там, где его не прочитают. Нет, я могу что-то прикольнуться, где-то что-то написать. Ну, прикольно, если что-то увижу в видео. Но это будет первый и последний раз, что я туда зашла. А эти же специально сидят и ещё... Ты позоришь маму, так вот, милые мои, меня не позоришь ничем. Как тебя можно опозорить? Чем? Как я могу опозориться прекрасной, красивой бутылкой? Ну, и даже если бы... Если бы я была мамой, у меня был бы ребёнок, чем он... Даже если бы он был самым отвратителем, чем он меня опозорит? Это же не я. Ты позоришь маму. А вы позоришь... А, одна пыша... Тоже за эти, за белые кружочки. Нет, я просто не хочу ставить, чтобы на меня смотрели. Ставить ты фотографию не хочешь, имя писать не хочешь, зато ты хочешь строчить комментарии херовые. Это не факт, что она красавица, значит. Да при чём тут красавица? Мне насрать, красавица не... Все, у кого вот эти вот кружочки там, в основном, либо страшные, либо те, кто только зарегистрировался. Нет, есть такие, что просто пишут всякие гадости, понимаешь? Если он гадости пишет, значит страшный. Ну да. Не может красавица... Как говорила мастер и Маргарита, нет злых людей, есть люди несчастливые. Так ещё есть такие, что видят во мне зло. Ну, вообще, как может человек во мне увидеть зло? Нет, ну ты злая женщина. Скажи, да, я злая женщина. А что я злого делаю? Ну, ты не разрешаешь им тебя оскорблять, понимаешь? Поэтому ты злая. Ну вот это я злая. Я не разрешаю писать на себя хуйню и ставлю их на место, понимаешь? Поэтому ты злая. Эти бабёнки, они заебали, я уже писала, своих детей, своих племянников, которые, может, им стесняются что-то сказать. Например, какую-то запечку. А тут опа и ответочка. Ну, опа и это. И они такие, а как это? А как это? Какая ты злая! Я же от чистого сердца написала, что у тебя может быть печка. Я от чистого сердца могу сказать, что у одного моего одноклассника взорвался повербанк и загорелся нафиг. У нас весь кабинет в шараге горел. Там обгорелость осталась. Потому что он неправильно его использовал. Неправильно заряжал. Это только у тупых людей может что-то прям постоянно взрываться. Мы от чистого сердца тебе советуем. Ты бы такая погана донька. Да вам до моей доньки вы ещё попробуйте вырастить. Королева. Как поставить королеву? Вы ещё такую доньку вырастите. Вам ещё растить и растить ваших придурочных. Как у Настенька. Настенька. Закосы тяга. Я бы как дала понятно, что ты 19 лет можешь ребёнка своего ударить. Так они и не бьются их детей. Они боятся своих детей. Ну а это ж ёбаный. Это только они писать могут. На деле там... Ты ещё попробуй вырасти такую дитину. Как моя. Королева этих клубов. А-а-а. Нам не норковая шуба. А-а-а. А шо у Софии в руках? Это для льда. Это попыт. Попыт. Это для льда контейнеры. Який попыт. Так это... Я королева? Да. Дай-ка королева. Я королева. 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 Кроль. А ты королева? Сейчас сегодня это... Чего без короны? Вот твоя корона. Моего мужа, бывшего жена смотрит, оказывается, мои эфиры, не пропуская. Интересно. А шо? Она уж на меня хочет посмотреть. А-а-а. А еще я сегодня Софии комментарии написала, как она там это. На меня хочет посмотреть. Закрой глаза, в них читается все. А ты меня покажи. Боже. Нет, от тебя не видно. Королева. Корол... А я шо, не королева? Королева. Я королева. А ты королева? Нет. Да. Сейчас пойду спать. Ладно, ты не королева, а я королева. Что ты это? Я буду туда водичку наливать. Помоешь. У меня, кстати, чистые руки. Я только шорты постирала. Ругами. А че, не нашла машинку? Да нафиг, но за одних шортов машинку. Я ее куда-то положила. Их руками раз, раз, раз и все. Ты умеешь руками стирать? Так я же в детстве тряпочки всегда руками стирала. Какие тряпочки? Для кукол. Пеленки типа. Так я и научилась стирать. А что там стирать? Берешь, мочишь тряпочку, вот эту, которую стирешь, мочишь ее водичкой. Горячей. Добавляешь туда этого. Расскажи, как стирать руками. Стирального. Добавляешь стирального. Любого порошка, геля, чего хочешь. И вот, понимаешь, что надо вещь вот так вот положить вертикально, вот так вот ее облить и вот так вот руками поделать. Ага. Когда она в воде находится, горячей. Вот так вот ее пожамкать, вот так вытащить и вот так вот пожамкать, пожамкать, вот так поприжимать, потом достать и повыжимать. А вот так? А нахрена так делать? Нет, подождите, если на вашей одежде пятно, то да, вот надо вот так. Так все равно надо вот так, ну вот так, как стирать. Нет, если пятно есть, то да, надо вот так делать. Если пятно нет, стираешь. Нет, если пятна нет, зачем вот так вот делать? Чтобы пальцы содрать. А как ты стирала? Вот так просто макала и все. В смысле макать? Надо руками его вот так сжимать, сжимать в этой воде мыльной, понимаешь? И все нормально. У меня LP5 на шорт нет, мне просто освежить их надо было. Вот. Потом берете прохладненькую водичку и делаете как полосками. Полоскаете, знаете, как полоскать? Полоскание, потом отжим, вот так. Все, готово. Нет, сестра. Девочки, как будет жирная сестра? Жених зашел, да, уже в отца просят. Фэтсиста. Фэтсиста, да. Кто фэтсиста? Угадай. Жених. А где жених-то? Максим. Максим, напиши мне. Да, мастерка. Да, обязательно. Покажу тутер, как постирать одежду руками или как приготовить макароны. Как сварить макароны. Как разогреть еду в микроволновке. Все покажу. Для молодых специалисток, начинающих, молодых домохозяек. Как пользоваться посудомоечной машиной, тоже покажу. макароны. Как жирно, в тебе дуже гарна мама, женочень. Женочень. господи. Господи. Воспринимают, конечно. Ничего себе шутки, жирная. Я говорю, фэтсистер, а не фэтмам. Что ты на меня дыли? А что ты припулила мою трансляцию? А тебе что, неприятно? Вот поэтому сиди, наслаждайся королевской женщиной. Она сидит, знаете, что мне сказали в кафе? Нет, что я сказала? Она говорит, ну ты, конечно, популярнее, чем я. Ну ничего, королева скоро уже своим королевским вырастет. Нет, ну если ты так будешь такой контент вести, то вряд ли. Я без твоих советов обойдусь. Можно, пожалуйста? Ну мне просто такое читать, это ужас какой-то. А зачем ты читаешь? Не читай. Не, ну мне интересно, что вы какие-то Будешь читать, вот опять. Разновидности психиатрических заболеваний. А у тебя что, не хватает на твоем канале? Ну мне так, такое не пишут. Да что ты говоришь, такое не пишут? Тебе, наверное, пишут, знаешь, почему мне пишут? Потому что я не блокирую. Мне интересно. Я блокирую. Ну ты блокируешь, а я не блокирую. Мне нафиг это не надо. Каждого блокировать. Это только если человек там вот грани какие-то переходит, там реально матами оскорбляет, тогда блокируют. Если тебе не нравится читать, не читай. Чуть шапку, не так хотела шапку вьетнамскую. Хоть завтра езжай за ней. Шапку вьетнамскую ты хочешь, а парик мне покупать ты не захочешь. Она хотела в Гудвиле купить парик. Я сказала, он так воняет, в нем могут быть клопы, и вообще в мою квартиру не надо его. В мою квартиру. Это вообще-то наша квартира. Нет, моя. Ну он так вонял, и вообще в нем могут быть клопы. Ой, все. Все. Не это, не то. Ну на шоу его покупать? Не то, не это, не так, не то. Ну смотри, мы бы купили его, ну шо б ты с ней сделала? Так, все, не это. Не, не это. Не это, все. Договоры ренды на маме, вот именно. Ну, а договор ренды на ней, а квартира-то моя. Понятно. Отошмет. Твоя в Подмосковье. Я тебя оставила, и тебе квартира. Нет. Не надо ничего оставлять. Какую хочу, такую выбираю. Все. Все прикусывают, не губы, точно жопакала. У нас папа так делает. Мой папа. А давай ты сделай. Уж на деда Колю похожи. У нас папа так делает. Ты вот так? Так делаешь, а вот так? Мой папа так делает. Еще когда папа мой задумчиво ведет машину, когда что-то там серьезно надо, он всегда делает вот так. И я так делаю. А я так не делаю. Она вообще, когда родилась, вот самая первая, она была похожа на своего папу. Но когда я только-только ее увидела, ну вот мне положили, принесли. 29.04. Сама решила. Ну вот, когда положат тебе ребенка, ты лежишь и рассматриваешь. Все, я пойду. Ну, сидишь и рассматриваешь. Ребенка, ну, что у тебя родилось? Просто рассматриваешь, интересно так, ну, то есть, что у нее там, чье, и вообще, похоже. Так как только мне ее положили, ну, и в кровати рядом со мной, вот эту люльку, она мне сразу стала похожа на моего отца. ну, ну, вот копия. Маму надо любить, Влад тебе пишет, видишь? Ну, так у меня просто папа такой, губы большие у нее, у меня не такие большие. Род большой у папы, у нее род. Хотя она похожа на своего, в детстве на папу была похожа своего, а сейчас на меня. А в детстве копия папаши. Витя, привет. О, слышите, Кузя гребется в лотке. Хотя сегодня, думаю, все время думаешь, не верится, что уже такой взрослый ребенок. Кажется, только недавно родила ее. Вообще, так быстро прошло 20 лет. Как соседи. Какие, Влад? Какие соседи? А как они? Нормально. Пойду спать. Сейчас мне витрила, надо вставать. Какая спортсменка. Может, я туплю. А, наверху, которая. Да не знаю, мы же уезжали на фестиваль. У нее всегда в 5 вечера начинается спорт. У нее в 5 вечера всегда. Планшета лучше вести трансляцию. Он, кстати, не нагревается. Знаете? Телефон нагревается, как сумасшедший. Ну, иди еще что-нибудь расскажи. Я? Да. Подожди, у меня телефон нагрелся. Я возьму этого, пингвинчика ненадолго. Окей? У меня просто видео загружается, поэтому я к тебе пришла. Она, сидя, говорит, вы мне не даете отдохнуть. Все, работа и работа. видео, все же она отвечает на комментарии, все же ей блогер. Такие главное есть, И ты работай, работай, гибоши. Вот, не имею. Так работает. Так она и так работает. В тиктоке. Да, тоже работа. Я уже заработала почти 10 долларов. Молодец. Молодец. 10 долларов заработать. С твоей помощью. Ребята, ничего, что половину я тебе доносила. еще он тебе заработала. Можешь, чтобы я заработала? Нравится в Канаде? Нравится. Очень. Так, знаешь как? Сейчас я чуть-чуть, вот чуть-чуть, чуть-чуть. И вот можно подальше сесть. Блогер тоже. Я уже буду выключать, я уже спать хочу. А мне сейчас помыться надо? Ты можешь выться? Нет, нет. Я после работы седем мылась, я так ноги помою. Я мылась перед тем, как на фестиваль я ходила, в душ ходила. Как моя тетя в деревне, когда живет, говорит, а я ноги влажной салфеточкой протру перед сном. У нее на даче горячей воды нет, у нее только летний душ. Она приезжает в апрелище, холодно в летнем душе, бабушка Лена, она говорит, а я, говорит, влажной салфеточкой ноги протру. Подожди, а ты ноги как с мылом моешь? Да. Я без мыла ноги мою. А что? Я вот с самого детства ноги вообще просто водичкой пропала. Что, никогда не мылась ни с мылом? Я еще щеткой терю. Я не тру щеткой. А что, у тебя они не вымазываются? Ну, нет, смотрите, они как бы потеют, вымазываются я просто их водичкой обычной, ну, горячей. Ну, как я спину я никогда не мою. Вот, я ноги тоже никогда... Ну, вообще, я когда, понимаешь, я когда... Сейчас напышите, комментируешь. Подожди. Я когда начала просто вот мочалкой мыть ноги, я их просто, когда я в ванну раз в три дня хожу, полностью ванна, душ, полностью, голову, там, все остальное, я когда хожу, я начала недавно мыть ноги щеточкой, тоже тереть, мочалочкой. Так они у меня как с непривычки начали, как будто бы непривычное, что-то какой-то слой отодрали. Серьезно. Ужас. Я вот только совсем недавно. это же так нежно, у нее ноги не загрязняются. А если бы тебя в лес взять? Не, ну, если бы они были черные, грязные, то, естественно, я бы с мылом помыла. Здрасте. Так, я никогда их не мыла с мылом. Только вот недавно начала раз в три дня мочалкой протирать. Ладно, салфеточка, бабушка. А нахрена влажная, можно водичкой полить и все. Мы так и в лагере делали. Не знаю. Это ты там каждый день ноги моешь. Ну, может, они у тебя сильно потеют и вонят? Нет, не потеть, не вонят. Просто мою каждый день с мылом. Не знаю, так привык. Приучили. Так, я не могу, чтобы ноги не помыть. Не знаю, я их просто водичкой едю. Просто обычная, проточная и все. Я сбыла. Кстати, некоторые гинекологи говорят, что надо подмываться только водой. Без всяких мыл. Не, да, потому что у мыла у него этот, PH, да, PH очень высокий. Надо специальный этот покупать, для интимной гели, где маленький PH. водочкой. Ты же с ума сошел обжечь все. Да. Ну, обжечь, но зато дезинфекция, знаешь, какая, дезинфекция флоры. А что, душ каждый день не принимаете? Не, принимаем каждый день, только если жарко, понимаете? Если на улице прохладно, то зачем, если не потеешь? Я принимаю душ по 2-3 раза в день. Ну, я имею в виду, я... Ну, я ж не пенсионерка, что я сижу дома. У меня по 2 работы. Я с одной работы приехала, помылась. Побегала, опять помылась. А потом уже я сейчас буду ложиться спать и я просто-просто помою ногу. Я что, буду третий раз принимать душ? Вам еще рассказать, сколько в туалет мы располагаем? Нет, ну, по-моему, нормальная гигиена, только если жарко, можно каждый день спать. Паш, 5,5, а не 3,5. Кто тебе такое сказал? Что попало? Нет, имеется в виду, каким... Да, ты не темный ель. Какой должен быть? 5,5. Ну, ваша кожа. Я не помню сколько, но маленький, меньше чем у кожи надо, чтобы было. Короче, просто берете, покупаете специальный интимный ель и все, не парьтесь. Не надо мне. Я Джонсонс Бэби вехала. Ну, Джонсонс Бэби там как раз маленький паш, у детей же маленький тоже на коже паш. Я только Джонсонс Бэби все мало. Так у него маленький. уже лет 15 у меня только Джонсонс Бэби. Так он и подходит. Жидкое мыло без всяких отдушек. Это не жидкое мыло, это специальный гель для детей. У детей маленький паш. Ну, я все не мою и души, и все, и лицо, и все. Вот, видите, говорите, секрет красоты, никаких маски не делал, просто Джонсонс Бэби. Я тоже перестала маски делать. Кто там, Присов? Умка. Умка. Ну, единственное, у тебя вот на лбу морщины есть. Ну, так и шо? Тебе надо увлажнять постоянно это место. Паралякана. Паралякана. Ну, Паралякана, она просто тебя не любит. Она меня вообще не любит. Да, Соня идет, да, меня вообще нет. А Кузя вон лежит. Ладно, пойду я. Сейчас я вам покажу. Паралякана. Паралякана. видите? Лёшик, это сегодня перснулось. Шо ты на ней отдаешься? И ты? На, мы тебе пингвинчика возвращаем. Ну, какой ты ходишь в разговоре. Так он не разморожен. Кузичка, Кузичка, ну такой же ж красивый. Телестая жопа, вонючая, толстая, кошачья жопа. Кстати, я сегодня у себя на постели нашла котяшок. А он, кстати, любит на кровать ложиться и вот откусывать себе какушки. Он ложится на кровать и откусывает себе какушки, потому что он пушистый, у него иногда котяшки застыряют в жопе. И он ложится на мою постель и начинает вот так... Он и на моей кровати так же делал. Ну, отойди. В смысле отойти? В трусах не стою. Я эксбицианист. Ну, не перестань. А что, они трусы никогда не видели? По-моему, у тебя там одни девочки. А, и Влад. Девочки и Влад. И все. Да, лучше. У меня же там камера лучше. У меня телефон Samsung S21. А на планшете камера похуже трошки в качестве. Кузичка. Ой, где написала за вчерашний день рассказ. Придется за два рассказа писать. За два дня. Завтра напишу за два дня рассказ. Судья не занималась ни английским, ни спортом. Закатывала грибы. Ездила на фестиваль. Я не знаю. Как бывает так вот людям, что вам скучно. Ну, вот есть люди, что им скучно. Я не знаю. Мне никогда не скучно. У меня столько всегда... Сколько у меня всех увлечений. Я всегда занята. Какие-то у меня все время... Не знаю. Я к людям скучно. Что есть скучают. Нечем заняться. Если нечем заняться, обувайте кроссовки, бегайте по району. Фотографируйте белок. Я не знаю. У меня не хватает времени даже на половину моих увлечений. Я бы всем занималась. Мне столько... Даже бесплатно. Нашла бы чем заниматься. Читала. Я сейчас... Я, допустим, в машине, когда одна еду, я слушаю. Ага-то Кристи сейчас рассказывает. Сейчас в сотый раз слушаю. Убийство в Восточном экспрессе. Вот мне нравится. Я лет 10 назад читала. Теперь я слушаю аудиокнигу. Когда-нибудь найдешь классную аудиокнигу. Кстати, я... Ешь, молись, Лю. Люби. Такая разрекламированная книга. Прям такая... Ну, она мне вообще не зашла. Я первую часть прослушала, вторую не стала. Что там такого интересного? Ну, Баранка, это ваша донька так все. Угу. Какой, Соня, телефон? А я не знаю. Honor, наверное. Соня, какой у тебя телефон? Дочка. Она наушники у меня взяла. Я ей дарила на 16 лет еще. Телегон. Ну, она вся счастливая. Я же начала, как стала тикток вести. Она же не... Она даже не... Она только месяц назад зашла ко мне на тикток. Она даже вообще... Она не представляла масштаба. Когда ей люди стали говорить посторонние. Это что, твоя мама? Это твоя мама? Она тогда говорит... Нифига себе. Я же ей говорю, я в тиктоке. Она говорит... Ой, что ты там, типа, в тиктоке? Когда ей стали друзья звонить, там, говорить, двоюродные братья ее, там, за меня. Ты видела маму свою, а она... Нет. А это же сюда приехала. Нифига себе. Дуночка, как я знаю, вредно, типа. Она же цель. Она, на самом деле, не такая противная. Ну, противная, но с чужими нет. Она со мной противная. Слышь, она решила пойти по пути инстасамки. Такой-то секрет. Ну, типа, аж хейтеры хейтеры. Типа, чем больше хейтеров, тем больше у меня будет подписчик. А ты мне говорит... Чётика моя. Мне не нравится. Ну, такую гадость, такие пишут. Я вообще в шоке. Ну, говорю, ну, зачем ты их трогаешь? Это больные люди. Ты бутаражишь их, они больные. Секрет. Ещё она говорит, ей пишут многие, чтобы она ела на камеру. Она говорит, ты знаешь, сколько больных людей любят смотреть, как другие люди едят. Я вообще не понимаю, что за интерес. Мне лично вообще не нравится, как смотреть, как кто-то ест. Потому что я сразу хочу тоже съесть. И мне это... Обидно, что я это не ем. Даже Влад выставляет в инстаграме свои блюда. Ходит в ресторан. Я огорчаюсь, потому что я тоже хочу вот это вот всё попробовать. А я не знаю, как... Как это нужно вот... Нравится кто-то ест. Я сразу хочу это тоже поесть. Ой, ладненько. Буду за ней уже спать. Что случится так спать вообще? Я тогда работаю. Надо завтра попылесосить. Дочка говорит, слышишь, Алла, смотришь ты, говорит, я не могу пылесосить. Очень тяжёлый пылесос. Куда ей в клининговую компанию? Там точно такие пылесосы, ей надо километры пылесосить. Она говорит, а-а-а-а, я не могу, я позаметала метёлочкой. Я встаю в 6 утра. Я позаметала, потому что я не могу поднять его. Он очень тяжёлый. У меня руки не держат его. я говорю, так там есть вот такая штучка сбоку, не тягай его, а вот этой штучкой собирай пыль ну вы поняли, щеточкой, можно на нее еще маленькую щеточку надеть о нет, я не могу его, он очень тяжелый, его невозможно сдвинуть с места ой я представляю, если бы я ее за грибами взяла, там бы она вся изнылась бы и жарко и комар укусил и плохо и тошнит и рыгаю, и пить хочется и вообще она говорит ноги не моюсь, вот так они у нее никогда не вымазывались неженько, ну да она такая с детства она на велосипеде не научилась ездить потому что она с него упала еще в 6 лет и все, она на него больше не садится сказала не нужен мне ваш велосипед я буду ногами ходить ни по деревьям, ни это не умеет лазить я, например, до сих пор на любое дерево належу на машине, ну, наверное, да, придется а в Канаде а в Канаде как без справа никак и вот это ж у нас, как у це гробки на Красную Горку всегда ж мы собирали эти конфеты я в детстве собирала по кладбищу ходили и она приехала в село до бабы моей а там, ну, тоже короче, другие ее троюродные такие, как она говорят пошли собрать конфеты и паски на кладбище она же с бабушкой стоит она говорит я не пойду зачем ну, как мы сейчас насобираем полный пакет и ей дают эту конфету она я не буду спасибо я не хочу мне бабушка купит помнишь, как Стас собирал на кладбище конфеты так ты же Богдан собирала а, Богдан ну и Стас и как ты хотели чтобы ты с ними пошла а ты не ходила почему? ну, ты не ходила с ними не собирала ну, ты, по-моему, это Богдан собирала я всегда с ним ходила ты ходила конечно, за конфетами ты же говорила что я не буду их есть конфеты да я их в детстве и обожала воровать конфеты с кладбища и жрать их еще потом с Богданом да не буду ты говорила я не буду это есть я не говорю я такого может, один раз скажу но я всегда но на Белореченге с бабушкой ты когда ходила ты там ничего не собирала когда я была в пятом классе нет а в детстве прям В пятом классе уже конфеты, сколько вещей, их можно купить, зачем? С Софией богато подруг залушилась в России? Одна, наверное, да? Нет. Там в основном еще подружки, с которыми я просто перестала общаться. И зачем? Потому что снаркоманились. У нее подружка одна наркоманка. У меня одна, у меня две подружки снаркоманились. И Аня у нее есть одна. Аня не снаркоманилась? Аня не пьет, не курит, и тренер в спортзале. Это она мне сейчас рассказывает, что она дружила. Я знала эту подружку ее, Сашу. Она мне сейчас расскажет, что она стала колоться. Чем она героином кололась? Короче, она кололась героином, стала потом подторговывать, и она сейчас в тюрьме сидит. Вот представьте, где Тёма дружила с ней, она с ней жила еще в одной комнате. В шоке. А чем она кололась, Саша? Слышишь? Причем это очень, она за короткий строк. Это все за год буквально она скололась, посадили в тюрьму. Ну, за год, за два. Жалко-то. Какие конфеты? Не знаю, шоколадные. Так вот представьте. И моя дочка с ней дружила, и я говорю, тебе предлагали, еще с ней жила, когда она вот это начала колоться. Я говорю, тебе предлагали, она, конечно. Она, говорит, она и ее парень кололись при мне. Я говорю, ты что, никогда не хотела? Она, нет. Никогда. Ужас. Сюда вас на чем не зовет буду, стереться у меня. Спасибо. А то ж есть, что меня смотрят и говорят, что я прям такая. Не знаю. Глянь ты, что они. Закрыла, закатала грыбкой. Кстати, посмотрим, что они там. Грыбкой. Моей грыбкой. Ой. Сюсь, ноги болеют. Я вчера же их собирала, я 8 километров прошла. Вы думаете, что я же включила локацию на часах. Ой, они еще горяченькие. Горячущие. Я же их накрыла. И они даже не остыли еще. Вот мои грыбочки. Бачтеки. Алла, я тебе дам баночку. Поняла? Такой рассол вкусный получился. Я уже сожрала. То, что я вот оставила, я вообще... Так надо их укутать, чтобы они медленно остывали. Они еще горячие. Поняли? Ой, блин. Как ты держи? А мухоморы? Мухоморы я не собиралась. Не собирала. Кузенька. Кузенька, ты все сюда идешь. Ой, прощай. Кузенька, иди сюда. Иди сюда. Кузя. Иди ко мне. Иди, мой маленький. Кузя, Кузя, Кузя. Иди сюда. Штанишки огонь. Это вообще-то платьичко. Это я ляпнула. Сегодня в кафе. Кузя. Кс-кс-кс. Ну иди сюда, покажись людям. Свинья. Я в кафе ела и ляпнула. Мороженое. Кузя, Кузя. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Какие штанишки? Это платье. Кузенька, Кузенька. Иди, покажись. Я думала, Лешка, я вам дам. Я думала, что я дам. Смотрите, какой красавец. Но вредный, как и София. Кузечка, ты хочешь на улицу? И хвостом виль-виль, виль-виль. Всегда недовольный. Всегда что-то ему не нравится. Что? Что такое? Что ты там нюхаешь? Что ты там нашёл? Поправились где-то на килограмм. Дочка их взвешивала. Дочка их взвешивала. Она же их перед поездкой посадила, чтобы они вошли в габариты. Ну, в клетке одной, чтобы не больше 12 килограмм. А они весили 6300 и 6200. Она их молодец, посадила на диету. Боже, у меня бы не хватило даже силы воли посадить на диету. И они у неё похудели. И Умка, и Кузя по 5 килограмм. А сейчас опять пожирнели. Взвешиваем уже опять по 6. Ох, что ты там грызёшь? Уже опять жирненький. Я уже опять зырненький. Я уже зырнюсенький. Зырнюска. Зараза. Да больно ж мне. Людям скажи, как тебе живётся, хорошо чи плохо? А он кусать сразу. Свиня ползучая. Ползучая. Я ему оставила лад. Ты бачишь? В коробочке самозона. Ой, ой. Вон в них играется, залазит. Плохая камера, да. Ой, побег. Ребеночки у них охоты. Что за порода кота? Никакая порода. Просто кот. Хм. Блин, как шкрябнул больно. Безьмена порода должна быть. Я вообще б вот этих, которые разводят породистых, я б их всех под суд отдала. Ой, кто тут лёг? Кто тут лёг на куде на место? Принцесса. Ой. Мумонька. Тоже уже щёчки появились. Руха Пердечка. Ну, не уходи. Не буду трогать всё. Не уходи. Ну, потом посмотрю. Ложись. Да, залетая. Ложись, я не буду трогать. Что за окошко порода? Я её нашла. Кота я взяла у людей. Окошко свою я нашла в отъезде. И привезла в Канаду. Представьте, была бродячая кошка, да? Вот судьба. И она сейчас в Канаде. Это вообще. Вытянула счастливый билет, я считаю. А, трусы? Ну, Алла подарила, смотри. Вот, эти хорошие. Вот. Кто там тебе ещё шупыш? Как ребёнка воспитывать? Знаешь, что? Знаешь, мне кажется, вот эти люди, которые пишут о том, что нужно бить своих детей, они, короче, никогда в жизни своего ребёнка не ударят. Знаешь, почему? Потому что они знают, что если ребёнка ударить, то они могут получить сдачу. Да, ребёнок может ударить родителя. Они прекрасно это знают. Они никогда не трогали своих детей. Думают, что это прям класс. Угу. Как ты красивый кот. Да, красивый. Нам повезло, что у нас такой кот. Но он настолько, насколько он красивый. Он некрасивый. Настолько он вредный. Он некрасивый, он вредный. Ты знаешь, он отвратительный. Потому что у него вот эта постоянно запотёрканная шерсть. Сейчас я покажу. Алла подарила нам мысочку. Костка или где? Ну мы её отдали Умке. Лучше б ты другого кота взяла. Серьёзно. Чуешь? Алло. Лучше б другого кота взяла. Ну брата Кузьмова. Посмотри на отражение Умки. Ну посмотри. Теперь мне не выйдешь. Посмотри на видео. Глянь. Белая миска и белая кошка. Фантомас. Ты меня называла. Фантомас? Попробуй фантомас. А, что ты делаешь? Ой, я не могу с Умки. А Кузя, гляньте. Терет коробка. Умка, это вот вверх. Умка. Ой, Кузенька играет с мышкой. Игривый котик играет с мышкой. Вот чем вам в мире животных. Убежал. Шо? Убежал. Никого не лежит. Ладно, всё, пошла. Я спать хочу. Всем спасибо, что смотрели. А как гульки начнутся? Марки у кого-то, когда на улице. Анжела. Ты шо? Ну нормально. У меня кастрированные животные. Я нормальная хозяйка. Какие гульки? Ой, блядь. Да вы берётесь. Ватсап-намбер. Ватсап-намбер. Дулю тебе. Дулю с маком, а не ватсап. Бодёсся. Не для тебя мама розу растила. Кастрировать жестоко. Ёбнути. Я вот это, кто говорит кастрировать жестоко, я бы им, знаете, что сделала вот этим бабам и людям? Сука, как пошли у тебя месячные в 11 лет. Бери, трахайся и рожай. Каждый год до 45 лет. Детей. Просто рожай каждый год детей. Если ты такая, блядь, добрая. Я не могу с этих людей. В наше время, 21 век, ещё кто-то может сказать, что кастрировать животных жестоко. Ты ёбнутая. Рожай каждый год с 11 лет по ребёнку. Предохраняться жестоко. Надо природной быть. Ну, как природой заведено. Вот с 11, с 12 до 45 лет. И просто рожай детей. Каждый год. Ну, это ж природа. Ёбнути. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok